Путешествие по Вселенной вместе с Европейским космическим агентством. В театре это прогон. Все, как на настоящем спектакле, отсутствуют только зрители. В помещениях знаменитого МБП с генеральной репетиции стартует эксперимент, который станет этапным для последующего развития пилотируемой космонавтики. Меня зовут Диего Урбина, мне только что стукнуло 27, я из Турина. Наполовину итальянец, наполовину колумбиец, инженер-электронщик, специализируюсь на космических исследованиях, вхожу в команду испытателей «Марс-500». Особая модификация скамфандров, которая была специально разработана для этой программы, последние тренировки перед полной изоляцией экипажа на 520 дней. Клаустрофобия немного дает о себе знать, но в целом очень здорово. Замечания Диего не случайны. Те, кто был отобран для участия в проекте, по определению не могут страшиться провести более полутора лет в совершенно замкнутом пространстве. Этот эксперимент поможет нам разобраться, к чему нужно готовить тот экипаж, который в реальности полетит на Марс. Это крайне важно, когда мы отправляем людей в космос. Будь то двухнедельные полеты, в которых я участвовал дважды, или полугодовое пребывание на орбитальной станции, или, наконец, полет на Марс длительностью в полтора года. Необходимо точно знать, чему нужно учить и к чему нужно готовить астронавтов. Из сотен желающих были отобраны шестеро. Три россиянина, китаец и два представителя стран Западной Европы. Меня зовут Роман Шарль, мне 30, я француз, по профессии инженер-автостроитель. Эксперимент проводится совместными усилиями специалистов российского МБП и Европейского космического агентства. Следует заметить, что тренировки экипажа начались задолго до того, как за испытателями закрылся последний герметичный люк входного отсека. Экспериментов запланировано много. Они касаются как физиологических проблем, так и отработки навыков, как вот этот, например. Здесь я пытаюсь пристыковать космический корабль «Союз» к Международной космической станции, так, чтобы ничего не разбить. Цель этого упражнения — определить мою реакцию на стресс, мой уровень внимания, измерить факторы, которые говорят об усталости или недостаточном профессионализме, чтобы меня можно было остановить, прежде чем я сяду за штурвал «Союза» и врежусь на нем в борт МКС. Ну, здесь все понарошку, конечно. Проект «Марс-500» не только опробирует новые инструменты и системы жизнеобеспечения, но и нащупывает границы человеческой выносливости. Специалисты МВП занимались этим еще у времена СССР, когда пилотируемый полет на Марс готовился как ответ на американскую высадку на Луне. Прототип от марсианского корабля уже собирался и испытывался на орбите. Станция «Мира» себя представляла действительно станция «Мир». Вот на фоне ее стоим, она вот так и выглядела. Когда мы летали, других модулей не было, но они должны были прибыть. Вот модули, которые собой, ну, как бы представляли будущий образ тяжелого марсианского корабля. Это модули с системами обеспечения жизнедеятельности. Ну, например, получение из конденсата атмосферной влаги и из отходов жизнедеятельности, из урины, извините, получение кислорода и питьевой воды. Марс – полет такой длительный, что должно быть все не только на запасах. Никакой мощной ракеты не хватит, если запасы такие брать. Валерий Поляков, энтузиаст марсианской программы, на своем опыте доказал, что здоровье в длительных космических полетах можно сохранить. Его вторая командировка на «Мир» продолжалась 437 дней. До сих пор это рекорд непрерывного пребывания человека в космосе. Полет на Марс будет отличаться от орбитальных двумя ключевыми факторами. Во-первых, мы удаляемся от Земли. С МКС Землю постоянно видно. Это прекрасное зрелище. А при полете на Марс, Земля скоро превратится в точку на звездном небе. И это значительно обострит чувство отчуждения. И, во-вторых, связь с Землей будет затруднена. Появится временная задержка. Чем дальше, тем более заметно. И из окрестностей Марса сигнал будет идти 20 минут в каждую сторону. Временной лаг аккуратно имитируется в ходе эксперимента, увеличивая нагрузку на психику экипажа. Сбалансировать ее должна насыщенная программа научной работы на борту модуля. Когда говорят о психологических нагрузках, и говорят, что очень трудно выдержать вдали, в относительной изоляции от социума, только видя лица своего экипажа, вот эта сенсорная депривация, отсутствие земных раздражителей в полной мере и прочее, прочее. И вот представьте себе, что в день идет по 2-3 исследования, к вечеру уже ко сну, у тебя уже глаза не видят из-за этого микроскопа, ты вспоминаешь, что ты не брился, что ты не завтракал, что ты не обедал, что не ужинал. И вот вы представьте себе, если каждый день ты занят такой работой, некогда тебе впадать в тоску, некогда тебе подвергаться какой-либо депрессии и прочее, прочее. Вот что такое занятость. Работы при полете на Марс хватит, и по обслуживанию корабля, и потом уже будут научные программы. Над проектом работают группы ученых из разных стран. Они предложили собственные эксперименты, в которых участвуют члены экипажа «Марс-500». Принимают участие в этом эксперименте много специалистов в различных профилях. У нас ведь работают и медики, и физиологи, и микробиологи, и гигиенисты, и психологи. И я могу перечислять много-много-много представителей различных профессий, не только биомедицинских, но и смежных профессий, которые ставят свои задачи. 105 экспериментов будет реализовано в этом вот большом проекте. Как и на прошлых этапах проекта, «Марс-500» за всеми участниками ведется постоянное наблюдение, однако теперь к видеокамерам добавились и другие приборы. Вот эти непростые часы записывают каждое наше движение, отмечая, насколько мы мобильны в течение дня. Фиксируется также освещенность. День для нас сейчас или ночь? Спим мы или нет? Что еще интересно, эти часы чувствуют расстояние между собой, так что можно узнать, насколько близко, кто с кем из экипажа общается. Еще одним нововведением этого этапа стала высадка на планету. В середине полета экипаж разделится на две части, и трое из шести проведут месяц в отдельном тесном модуле, время от времени выходя в скафандрах на искусственную поверхность Марса. Это довольно важная часть эксперимента, потому что, когда люди полетят на Марс, им точно придется много работать в скафандрах. А это непросто. Быстро устаешь, потеешь, трудно дышать и двигаться. То есть это изнурительная нагрузка, которую тоже желательно смоделировать. Все эти знания пригодятся в любых сферах, связанных с длительной изоляцией людей, и будут бесценны в тот день, когда пилотируемый корабль покинет земную орбиту и направится к Марсу. Возвращаешься и смотришь, они психологически изменились намного больше в привычных условиях социума на Земле. А ты сохранился, ты возвращаешься настолько чистым и необычным даже для себя. Ты не можешь сорвать цветок, тебе жалко. Вот когда ты видишь Землю свою, я представляю, как будет стояние у тех летящих на Марс, когда они будут увидеть ее постепенно удаляющейся, тающей и остающейся такой маленькой, как Луна, например, для нас. Редактор субтитров А.Семкин